Я когда смотрю на эти кадры, у меня такая дрожь начинается. Сейчас начинается дрожь. Ирина Аникина уже несколько раз пересматривает видео со слепых прослушиваний шоу «Голос 60+.» Признается, что первые строки песни забыла вовсе. Серьезная Ваенга. А я в это время думаю, что же они не поворачиваются. Поворачиваетесь. Думаю, почему? К участнице из Карелии повернули сразу двое членов жюри – Елена Ваенга и Лев Лещенко. Последний даже предположил, что Ирина – профессиональная певица. В качестве наставника Ирина выбрала Елену Ваенгу. Давайте с самого начала. Ирина росла в музыкальной семье, но вокальной школы у неё нет. Заполнить анкету на шоу уговорили друзья. Я была ярой противницей, когда объявили «Голос 60+,» – это первый выпуск. Мне казалось, что сцена любит, да я уверена в этом, молодость и красоту. И я была так возмущена, зачем людей в возрасте вытаскивать на сцену, кто это будет смотреть. Ирина должна была принимать участие в шоу ещё в прошлом сезоне, но тогда до неё не дошла очередь. Петра Заводчанка этому рада. Так было больше времени уделено репетициям. Ну, наверное, даже больше мы работали не над песней, а именно над всевозможными упражнениями, которые помогут в достаточно стрессовой ситуации выйти и собраться, и не растеряться, и показать себя достойно, скажем так. Ирина Викторовна отмечает, что всегда занималась государственными делами. Была заместителем мэра, замминистра культуры Карелии, а теперь и замдиректора музея Кижи. Но сейчас решила следовать за своей мечтой. Мне казалось, что я всё успею. А в какой-то момент я поняла, что уже такой возраст, что уже вот это вот успевать, не хочется вот этого нервного состояния, и уже начинаешь сомневаться, сможешь ты его осилить или нет. Сейчас мне жизнь дала такой шанс. На тебе, пожалуйста, ты его используй. Сейчас участница шоу ставит перед собой две задачи – не подвести Карелию и пройти в следующий этап. Татьяна Кальеева, Александр Борисов, Служба новостей.